Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Дракула История Любви, сезон первый серии одиннадцатая, Освобождение. Хррррр, Лая. Руки Лео схватили меня и дернули в сторону, Маоба упали. Лежа щекой на траве, я видела, как меха исчезает в зарослях. Пронзительный, совсем не летний холод исходил от лесной земли, переползая на мое тело. Но я не двигалась, меня по-прежнему жгло изнутри странное, невыносимое чувство. Боль от потери самых родных людей и предательство того, кому так верил. Это была боль Влада, и она не оставляла мне сомнений в том, что случилось с Грэдишем. Он его... Но даже мысленно я не могла произнести это. Лая, ты в порядке? Не поранилась? Лео взял меня за руку, помогая подняться. Господи, разве можно так делать? А если бы я не успел? Он крепко прижал меня к себе, приподнял мой подбородок и с тревогой заглянул в глаза. Ласково погладил мое холодное лицо, убирая с него растрепавшиеся волосы. Его руки были горячими, но я чувствовала их будто издалека. Ну скажи, зачем ты пошла в лес? Перед глазами мелькнуло тело на земле, крик. Я вздругнула. Лео, там Грэдиш в крови, а рядом с ним был Влад. Что? Мы бросились через лес, снова кочки и царапающие ветки. Моя нога ступила на что-то вязкое и скользнула в сторону. Осторожней. Я посмотрела вниз, там была густая слизь болотно-серого цвета, и не только на земле. Лепкие нити паутины тянулись по кустам, веткам, повсюду. Где-то за деревьями послышали шорохи и шепот, прокатывающиеся волной, то дальше, то ближе. Ох! Опять это. Но раздумывать было некогда. Мы уже мчались дальше. Наконец показалась поляна. Это не так далеко отбежали? Ужас. Хозяин замка сидел на коленях у неподвижного тела. Его рука на мгновение зависла в воздухе, а потом коснулась плеча лежавшего. Бледное лицо Влада исказилось, как от невыносимой боли. Нет. Влад, что с ним? Лео бросился к Грэдишу, склонился над телом. Мистер Грэдиш, мистер... Но никакой реакции не было. Темно-бордовая липкая жидкость залила всю траву кругом. Что делать? Осторожно спросить Влада. Медленно, с опаской я подошла ближе. Влад, что произошло? Пожалуйста, расскажи. Он посмотрел на меня с глубокой тоской и отчаянием. Его руки слегка подрагивали. Я не хотел, чтобы... Он вдруг умолк. На лице появилась решимость. Может, еще не поздно. Он порывисто наклонился к телу, перевернул его и начал поднимать. А что не поздно? Пиджак на груди Грэдиша был вспорот. Под ним виднелась рана, из которой сочилась кровь. Лео стал поспешно помогать Владу. Вместе они подняли мужчину и понесли к стенам замка. С трудом, сдерживая надвигающую волну паники, я бросилась следом. Нужно быстрее позвонить в службу спасения. Словно в ответ на его слова, совсем близко послышался звук сирен. Полумрак леса прорезал яркий свет фар. По листьям побежали цветные пятна от мигалок. Мы вышли к стенам замка, и одновременно туда подъехала машина полиции, а за ней скорая. Откуда они здесь? Из машин с криками высыпали люди в униформе. Несколько медиков подхватили Грэдиша и понесли к скорой. Сирена наконец умолкла. Только мигалки продолжали крутиться, то и дело ослепляя нас. Лео, я и Влад оказались лицом к лицу с тремя полицейскими. Офицер, мы нашли его в лесу, метрах в пятидесяти отсюда, вон там. И мы видели человека, возможно он недалеко ушел. Старший полицейский тут же что-то сказал помощникам на румынском. Они опасливо переглянулись, но не посмели возразить и направились в лес. Нам позвонил мужчина полчаса назад и сообщил, что здесь произойдет убийство. Это был кто-то из вас? Мы переглянулись и покачали головами. Офицер сдвинул брови. Тогда что вы там делали? Как быть? Позволю сказать Лео. Лео рассказал, как мы нашли тело Грэдиша и Влада возле него. Офицер упер пристальный взгляд в хозяина замка и тронул наручники у себя на поясе. Но перед этим, как я уже сказал, мы видели еще одного человека, Михая. Михай? Кто это? Отец нашей подруги Сандры. Он живет в селе поблизости. Недавно он при нас напал на свою дочь, был абсолютно невменяем. То, что он оказался у замка в момент нападения, вряд ли просто случайность. Михай? Отец был здесь? Сандра стояла чуть поодаль, ее лицо было совсем бледным. За деревьями в лесу послышались крики на румынском и звуки ожесточенной борьбы. Это голос отца! Старший офицер выхватил оружие и бросился в чащу. Лео метнулся следом. Сандра тоже хотела, но я обняла ее, не пуская. Милая, не нужно. В прошлый раз он чуть не убил тебя. Бах! Раздался оглушительный хлопок выстрела. Снова крики, возня. Вскоре из леса показались полицейские и Лео. Они тащили Михая. Левая часть его груди была залита кровью. Он прерывисто хватал ртом воздух. Что вы с ним сделали? Мне жаль, мисс. Он выхватил у сержанта пистолет и выстрелил в себе в сердце. Сандра с полными ужаса глазами повернулась к Лео. Это правда, Сандра. Я все видел. Она упала на колени возле отца. Ее голос будто сломался. Мэйхай закрыл глаза. Подбежали медики, засуетились рядом. Потом понесли его в машину. Сандра осталась стоять на поляне, провожая их взглядом. Она прижала к рту кулак. По ее щекам, градом катились слезы. Я обнимала ее, гладила по волосам. Лео тоже подошел, стал говорить слова утешения. Я заметила взгляд Влада, направленный на нас, и вдруг поняла. Прежнее невыносимое чувство в моей груди ушло. Боли Влада больше не было. Я ошиблась. Он не трогал Гредиша. Теперь я уверена, это сделал Мэйхай. Несмотря на весь ужас происходящего, сердце радостно застучало. Влад ни при чем, он не убийца. Я тоже в это не верила. Мне стало до боли неловко за свои подозрения. Я посмотрела на него. Ты ведь тоже хочешь подойти, быть с нами, поддержать Сандру. Почему не идешь? Но он лишь продолжал молча стоять в стороне. А я, окончательно запутавшись в своих эмоциях, так и не решилась подойти и позвать его. Дамы, господа, взгляните, вам знаком этот номер? К нам подошел старший офицер и показал листок бумаги с какими-то цифрами. Сандра вытерла рукой глаза и посмотрела на него. Да, это мобильный отца. Откуда он у вас? С него был звонок с сообщением об убийстве. Что? Да, и еще, эта вещь. Кто-нибудь из вас ее раньше видел? Офицер кивнул помощнику, и тот показал нам прозрачный запечатанный пакет. Внутри лежал окровавленный серп. Мы с Сандрой переглянулись. Да, мы ее видели очень похоже недавно. В доме моего отца. Понятно, довольно необычная штука, такие редко встретишь. Ребята нашли его в кустах возле места нападения на Грэдиша. Судя по всему, именно им наносили удары. Из скорой вышел один из врачей, и полицейский ушел говорить с ним. Значит, это все-таки он? Отец напал на Грэдиша. Но перед этим зачем-то позвонил в полицию и предупредил об убийстве. Я ничего не понимаю. Зачем ему это? Сейчас, когда мы говорили, я ведь спросила его. Он ответил, я не хотел, это он меня заставил. Он? В это время к нам вернулся офицер полиции. Они оба, Грэдиш погиб еще в лесу. Михай скончался несколько минут назад. Мои соболезнования, мисс. Уже все равно грустно. Хоть и не родной отец, но все равно это ее семья. Ужас. После допроса нам с Сандрой позволили вернуться в замок. В холле мы остановились. Мне не хотелось оставлять ее одну. Хочешь, пойдем вместе ко мне? Спасибо, Лая. Но мне нужно немного побыть одной. Привести мысли в порядок. Еще хотела сестре позвонить, сообщить. Я обняла ее. Знай, что я тут, совсем близко. И в любой момент зови. Я долго стояла под горячим душем, в тщетной попытке смыть себя тяжелые впечатления вечера. Смерть. Опять смерть. Как же это больно. И так непонятно. Вряд ли Михай знал Грэдиша. Какой тогда смысл на него нападать? Но вдруг он опять явился к Сандре, а Грэдиш просто попался ему под руку. От этой мысли по телу пробежала неприятная дрожь. А Влад? Я ведь хотела поговорить с ним. Если они уже вернулись, можно сделать это сейчас. Пойду посмотрю. Но сначала нужно было одеться. Ничего себе. Я в шоке. Черное с характером. Настолько вот прям противоположные стили одежды. И черное... Я обалдею. Мы возьмем, конечно же, черное с характером. Мне нравится, когда Лая такая дерзкая. Хе-хе-хе. И причесаться. Так, что вы нам приготовили интересного. Гладкие локоны. Вот в прошлый раз были все прически с челкой. Хе-хе. Теперь без. Да? Возьмем. Едва я вышла из комнаты, как увидела в холле полицейских. Они говорили с Жаном. Чуть поодаль стоял Влад. Да, я знаю, что там одна дорога. Но все-таки мы не могли выехать. Этот чертов лес как заколдованный. Куда не поедешь, опять на том же месте. Жан нервно поправил одежду. Старший полицейский смотрел на него холодно и с подозрением. Двое его помощников, испуганно и немного смущенно, заговорили с ним на румынском. Офицер скривился. Да что вы опять мне эти байки. Может и в отчете про мистику напишем? Лес как лес. Ну а что люди в нем пропадали, так вот вам и ответ сегодня. Этот маньяк, видно, здесь давно орудует. Кто знает, сколько еще на его счету. Офицер устал и потер лоб. Ладно, мы конечно будем разбираться, хотя лично мне все ясно. Очередной псих. Поехали, хватит на сегодня. Все попрощались. Влад сразу ушел вглубь по коридору. Офицер с помощниками направились к выходу. Жан последовал за полицейскими, но вдруг заметил меня и задержался. Мисс Лая. Что ж, как видите, я не зря вас предупреждал. Берегитесь этих картин и этого места. Думаю, одним маньякам всех странностей не объяснить. Прощайте. Он коротко кивнул мне и торопливо зашагал к выходу. Я осталась в холле одна, обдумывая услышанное. Но вот входная дверь снова отворилась. Вошел Валентин, а следом за ним Милли с кошкой Грэдиша на руках. Ты моя бедная девочка, не бойся. Сейчас пойдем ко мне, я о тебе позабочусь. Какое счастье, что тебя не сожрали звери в этом адском лесу. Милли, что ты делала на улице в такой час? Я думала, ты давно спишь. Ага, поспишь тут у вас. Сирены, полиция, скорая. Мертвого поднимут. Мертвые, как выяснилось, тоже имеются в наличии. Я удивленно раскрыла рот, не зная, что сказать. Да, я уже все знаю. Жуть, конечно. Грэдиша жалко. Нормальный был дядька, животных любил. Но больше всех жалко Сандру. Сандру. Да. И ведь со всей этой чехардой про Гордыню забыли. Хорошо, она сама вернулась. Сама? Кошка прибежал и прятался в кухне. Меня шипеть, кусать я не мог взять. Спасибо, мисс Милли помогала поймать. Милли, все-таки ты умница, что позаботилась о ней. Про нее и правда все забыли. Но теперь малышка в надежных руках. Сестра вспыхнула от радостного смущения. Скрывая улыбку, она отвернулась. Ладно, пойду устраивать Гордыню. Спокойной ночи. Милли ушла. Валентин тоже хотел откланяться, но я его задержала. Мне нужно поговорить с твоим хозяином. Знаешь, где его найти? Пойдемте. Я осторожно толкнула дверь, которую показал мне Валентин, и оказалась в зале с большими часами. Кажется, о ней рассказывал Лео. Влад стоял спиной ко входу и, подняв голову, смотрел, как лунный свет сочится сквозь витражи. На фоне высоких стен пустой залы, в холодном синеватом свете, его фигура выглядела совсем одинокой. Перед моими глазами встали образы из прошлого. Смех Лале и улыбка юного Влада в груди защемила. Неужели это и правда были мы? Самые близкие друзья, почти родные. Этому не было логического объяснения, но именно так я чувствовала. Влад обернулся. На его темном лице мелькнуло удивление и свет. Лайя, ты пришла. Улыбнулся для меня, а голос выдает. Совсем не радостные мысли он здесь думал. Все эмоции к нему, которые я так долго сдерживала, вдруг накатили, угрожая вырваться лавиной. Как же все это глупо. Обиды, избегание. Ему плохо, мне плохо. А зачем? Захотелось скорее прояснить все и разрушить эту стену между нами. Я решительно шагнула к нему. Влад, скажи мне правду. Ты Дракула? Его лицо побледнело. Он повел пальцами, сжимая их кулак. Твой предок, который построил этот замок, ведь его так звали? Ты потомок правителя Валахии, Влада Дракулы. Он перевел дыхание. Кулак медленно разжался. Да, Лайя. Это имя нашего рода. Его носил мой отец и я. Он замолчал, выжидающий глядя на меня. А твоя реакция на Гредиша, приступы ярости, это оттого, что между вашими семьями давняя вражда? Он едва заметно покачал головой. Гредиш просто потомок. Он ни в чем не виноват. У меня не было причин так себя вести. Это только моя проблема. Потомок тех, кто, притворяясь другом, сдал врагам твоих предков и обрек их на гибель. Не оправдываю твоего поведения, но, думаю, причины у тебя все-таки были. Я шагнула ближе. Влад, я понимаю, имя твоей семьи приобрело такой странный смысл сегодня. Сходу не назовешь. Но ведь это вообще не важно, что у тебя за семья, какое прошлое. Важно лишь, какой ты. Он смотрел на меня не мигающими, полными горечи глазами. К тому же, достаточно хотя бы немного копнуть историю, чтобы понять. Легенды о злодействах Влада Третьего по большей части неправда. Он лишь защищал свой народ доступными ему способами. Я ведь довольно много читала о нем перед поездкой в Румынию. Удивительно, как сразу не догадалась чей-то замок. Просто закружила вихрем событий. Да и порой, чем очевиднее правда, тем сложнее ее принять. Да. Все знания приходят в свое время, когда человек готов. Мне хотелось спросить его еще о картинах, странностях в лесу и зачем он привез меня в замок. Но что-то внутри меня подсказывало. Не нужно спешить. Дай ему время. Нельзя заставить человека открыться. Можно лишь сделать так, чтобы он сам этого захотел. Влад, просто знай. Я тебя не сужу. Мы все делаем ошибки, поддаемся эмоциям. Его взгляд немного смягчился. Я знаю, Лая. Пойдем. Здесь слишком холодно для тебя. До моей комнаты мы дошли как-то слишком быстро. У входа оба замерли, глядя друг на друга. Секунды проходили. Пауза затягивалась, становясь уже слишком красноречивой. Но я не решалась попрощаться. Мне было так мало этого разговора. Так мало его. Я ведь не хочу уходить. Почему должна? Вдруг Влад сказал. Так, книга, что ты брала в библиотеке, с румынскими мифами, еще у тебя? Да. Что тебя в ней заинтересовало? Одна легенда. Мистерил Маноли. Знаешь, о чем она? Влад слегка нахмурился. Мастер Маноли. Баллада об архитекторе, который очень хотел построить лучший в мире собор. Но для этого ему пришлось принести страшную жертву. Замуровать живого человека в стену у основания. О-о-о. Но в этом сборнике есть много других историй, более радостных. Если хочешь, возьми ее и пойдем ко мне. Посидим у камина, почитаем. К тебе в комнату? Так, это даже не может, это сто процентов в другой раз, в другом прохождении. Сейчас я слишком устала. Да, конечно. Спокойной ночи. Он ненадолго задержал на мне взгляд, потом вышел. А я легла в постель и сразу погрузилась в сон. Было видно, что она не спала всю ночь, но на лице ее появилась решимость. Лая, я хочу съездить на отцовскую мельницу. Сейчас с утра, пока туда копы не добрались. Поедешь со мной? Я, не раздумывая, согласилась. Мы предупредили Валентина об отъезде и вскоре покинули замок. Мельница располагалась на самой окраине, между холодным селением и холодным лесом. Ей много лет, но отец тщательно следил за ней, так что старушка в отличном состоянии. Сандра выглядела задумчивой. Что ты хочешь здесь найти? Не знаю, но я должна понять мотивы отца. Сандра, может, оставить это полиции? Все же это их работа? Да ты их видела. Они не будут глубоко копать, уж поверь мне. Для них он так и останется сумасшедшим маньяком. Но я в это не верю. Мельница была его вторым, если не первым домом. Кажется, он любил ее больше, чем нас. Если есть ответы, то они здесь. Да, как здесь мрачненько, ужас. Мы с Сандрой вошли внутрь, миновали большое нижнее помещение и поднялись в коморку наверху. Вот и его владение. Что ж, посмотрим. Там даже трогать ничего не хочется. Комната выглядела мрачноватой и не слишком опрятной. Всюду валялись какие-то старые журналы, инструменты и рабочие принадлежности. Сандра принялась осматривать помещение. Я предпочла не мешать и взяла со стола первый попавшийся журнал. Это был старый атлас румынских городов. Интересно. Листая пожелтевшие страницы, я вдруг увидела знакомое название. Брашев. В нижнем углу была надпись, сделанная от руки карандашом, название улицы, номер дома. Это был знакомый мне адрес, адрес музея Брашева. Сандра. Сандра подбежала ко мне и стала внимательно рассматривать страницу. Его почерк. Он записал себе адрес музея. Миха интересовался искусством. Сандра только фыркнула в ответ. Нет, отец и искусство – это два разных полюса. Она поспешно отошла к шкафу и вернулась с увесистой тетрадью. Так, какого числа вы ездили в Брашев? Четырнадцатого. В этот день произошло убийство смотрителя. Это его записи клиентов. Кто, в какой день и сколько чего молотит на мельнице. Она остановилась и ткнула пальцем в пустую графу. Вот, четырнадцатая. Ни одной записи. Он не работал в тот день. А ведь это середина недели, самый сезон. Отец никогда бы себе не позволил просто отдыхать в такое время. Сандра, ты думаешь... Она зашагала из стороны в сторону. И Линка говорила, что отец не ночевал дома. И пришел утром чернее тучи. Вы ведь попали в Брашев примерно к полудню. Лео говорил, кровь не выглядела слишком свежей. Тело вполне могло пролежать там с раннего утра. Внучка смотрителя нашла его, когда пришла на работу. Но главное, способ убийства. Такой неудобный, нетипичный. Резаные раны, возможно нанесенные серпом. Она остановилась и запустила руки в волосы. Это, конечно, все нужно доказывать, но... Я думаю, это был он. Выходит три нападения. Смотритель в Брашеве, ты на фестивале и грэдиш в лесу. Я была случайным звеном, свидетелем, который мог помешать. Скорее всего, после Брашева отец спрятал серп в подполе, а я его вытащила и оставила в кухне. Видно, он побывал там после нас и понял, что орудие убийства найдено. Да еще кем. То есть, что не остановится, будет копать и обязательно все узнает. Разве ты такая? О, да. Если бы он в тот вечер не напугал меня до смерти, я бы так и сделала. Хорошо. Остаются смотрители, грэдиш. Что общего у них? Мы с Андрой сказали это почти в один голос. Картины. Да, картины. Но Мельник, убивающий из-за картин, слишком странно. Он сказал мне перед смертью, что не хотел этого, что его заставил он. Возможно, Михай был просто исполнителем. Внизу послышали шаги. По лестнице к нам поднялась Илинка. Сандра, вы уже здесь. Нашли что-то? Мы рассказали ей обо всем, услышав про него, она задумалась. За пару дней до моего первого приступа, когда Лео и Милли впервые меня видели, у нашего дома появился один странный тип, явно иностранец, хотя по-румынски говорил идеально. Стал расспрашивать о нашей бабке. Знаю ли, чем занималась, умею ли так же. Таких ведьм много, слава о ней далеко пошла, люди до сих пор приезжают. Да, поэтому я ему сразу от ворот поворот дала, как всем прочим. Он вроде ушел, а потом, вижу, с Михаем на дороге разговаривает. Отец ведь такой был, со своими лишнего слова не скажет, не то что с чужаками. Да, а тут стоит, слушает внимательно, потом они ушли вместе куда-то. Как выглядел тот человек? А вот это самое интересное, я помню, что был мужчина, а внешность его, как стерли из головы. Я, конечно, с приветом слегка, но с памятью у меня все отлично. Думаю, он не из простых был, тоже силу имеет. Ту же? Силу? Илинка, рассказывай все как есть. Девушка посмотрела на меня с сомнением. Я ведь многое умею. Мне и правда дар виденья от бабки передался. Но он только называется даром, а на самом деле тяжкий крест. А я хочу, как нормальные люди, жить. Потому поставила себе на него запрет еще в юности, как только силы поднабралась. Но тут, после появления этого типа, опять все началось. От ее слов мне все больше становилось не по себе. Илинка, вроде как колдунья, и к ней зачем-то приходил другой колдун? Еще недавно такие мысли показались бы глупостью. Но на фоне последних событий, они не выглядели такими уж странными. Значит, все же был посторонний человек. Но кто он? Что ему нужно? Она вдруг посмотрела на сестру немного смущенно. Не думала, что когда-нибудь попрошу такое. Но может, посмотришь в своих картах? Смотрела, не показывает. Есть, правда, другой способ. Но тебе не понравится. Какой? У духов спросить. Могу попробовать нашу бабку вызвать. Ничего себе. Сандра только хлопнула себя ладонью по лбу и покачала головой. Ладно, давай попробуем. Илинка повернулась ко мне. Лая, ты не против? Все-таки это довольно пугающе выглядит. Думаю, я согласна. Я в такое не верю, но хуже от этого вряд ли будет. Илинка принесла откуда-то глубокую тарелку с водой и иглу на нитке. Села за стол, взялась за кончик нити и опустила иглу в тарелку так, что та легла на поверхность воды. Мы с Андрой на всякий случай отошли подальше к стене. Илинка закрыла глаза, стала бормотать какие-то слова, водить над тарелкой рукой. Игла задвигалась, скользя по воде. Потом бешено закружилась. Вдруг послышался голос, хриплый, низкий. Ха-а-а, Непата. Я испуганно зашептала Сандре. Ты мне, пожалуйста, сразу все переводи. Сандра кивнула. Илинка дернулась, а потом замерла, как восковая кукла. Ее рот стал двигаться будто отдельно от всего лица, как если бы им управлял кто-то другой. Снова послушался голос, и Сандра зашептала мне на ухо перевод, так что я все понимала. Как я рада, что дар наш не пропал, к тебе перешел. Отец-то твой Михай пустым оказался. Горе какое. Единственный мой сын, а не видит ничего. Уж я с ним и так, и эдак билась. Да все без проку. Чего нет, тому и взяться неоткуда. Перед уходом я ему наказала долг наш выполнять. Да ведь без силы много не сделаешь. Ты о долге-то знаешь? Я расскажу. Теперь он к тебе перейдет. Дар в нашей семье не одно столетие передается. И ничего плохого мы людям не делали. Разве что по их же людским просьбам. Они частенько просили... Да только потом за помощь не благодарили, а преследовали нас. Люди никогда не прощают тех, кто их мерзость видел. Шея Илинки обмякла, и голова сделала круг вдоль плеч. Но тут же она снова выпрямилась, как струна. Очень давно, в те времена, когда Константинополь Истамбулом стала, наш предок по имени Симеон попал в беду. Чуть было не сожгли его односельчане за собственные грешки. Но господин его спас, прямо из огня вытащил. Симеон после того его преданным слугой стал, всюду за ним следовал. А когда господин ушел, поклялся оберегать его покой в гробнице и всем своим потомкам наказал. Это наш долг – прятать гробницу в лесу, невидимой делать для глаз людских. А когда господин восстанет, служить ему, как служил наш прадед Симеон. Моя голова уже начинала кружиться от услышанного, но и Линка продолжала. А в том, зачем ты меня позвала, я помочь не могу, деточка. Вижу только, что отец твой на силу польстился. Тут и моя вина. Я ж его все упрекала, что нет в нем дара. Вот и пошел он на сговор с тем, кто ему его пообещал. Да только кто он такой, я никак узнать не могу. Слишком большая, слишком темная сила за этим стоит. Какая ни мне, ни тебе не снилась. Берегись, девочка моя, и господина, когда понадобится, береги. Ты ведь знаешь его, точно во снах видела. Так вот, когда увидишь наяву, знай, время пришло. Тело Элинки содрогнулось в конвульсиях. Она обмякла и стала сползать по стулу вниз. И Линка! Мы с Сандрой бросились к ней, стали приводить ее в чувства. Вскоре она очнулась. Ох, вы слышали? Слышали, да не поняли ничего. Какой-то долг, гробница, господин. Полный бред. Зря мы это затеяли. Мои первые мысли были такими же, как у Сандры. Но потом... Константинополь стал Стамбулом в середине 15 века, во времена правления Влады Дракулы. Спрятанная в лесу гробница. То, что я читала о нем же до приезда сюда. Возможно, господин это предок Влада. Влад третий. А предки Сандры ему служили? Картинка выходила вполне складной, но слишком уж фантастичной. Поэтому я не решилась озвучить свои мысли. Лишь спросила Элинку. Ты правда видела во снах какого-то господина? Девушка посмотрела в окно. Дело уже к полудню. Думаю, нам пора отсюда уходить. Так ты не съезжай. Мы опять в замке? По возвращению в замок, мы с Сандрой пошли на террасу. Лео, Влад и Милли только встали из-за стола. Валентин убрал посуду. О, привет. Вы вернулись. А мы, наоборот, уезжаем. Кто и куда? Я собрался отвезти кошку Грэдиша, его вдове. Влад захотел поехать со мной. Принести соболезнование. Может, помощь какую предложить? Влад посмотрел на него с едва заметным укором и неохотно добавил. Да, все же она потеряла мужа. А вы как съездили? Удалось что-нибудь узнать? Да. Я думаю, отец был в Брашеве в день убийства Смотрителя. Она рассказала им о нашей находке и своих подозрениях. Про вызов духа ее бабушки Сандра к моей радости упоминать не стала. Довольно сомнительно, конечно. Он мог пропустить работу из-за чего угодно. Заболел, например. А адрес музея тоже. Кто знает, почему он им заинтересовался? Лео прав. Доказательств мало. Но твой вариант Сандра звучит вполне правдоподобно. Мисс, желают кушать? Нет, спасибо. Хочу поспать немного. Я тоже не голодна. Лучше пойду поработаю. Ну, если все расходятся, мне остается разве что почитать. Влад, где моя книга про карпатскую нечисть? Ты обещал вернуть. Влад на секунду замешкался, потом повернулся к Валентину. Валентин утвердительно закивал. Ну, а нам сказать. Парень снова подтвердил. Влад впервые при нас говорит с ним на румынском. Интересно, о чем? Хорошо. Тогда принеси, пожалуйста, Миле книгу. Дворецкий ушел и вскоре вернулся с энциклопедией. Миле взяла ее и удивленно повертела в руках. Здесь другой переплет, новый, и пахнет так странно. Она принюхалась. Лекарствами или нет? Травами? Да. Я попросил Валентина поменять переплет. Прежний был довольно старым, мог в любой момент развалиться. Да, я не замечала. Ну, ладно, спасибо. Все разошлись по своим делам. Когда мы с Сандрой уже были у наших комнат, я ее спросила. О чем говорили Влад и Валентин на террасе? Влад спросил, сделал ли Валентин то, что он ему велел. И еще про зверобой. Зверобой? Растение? Да, я тоже не поняла, к чему это. Но он спрашивал, нашел ли тот зверобой. И Валентин сказал, что нашел. Хм, ладно. Оказавшись в своей комнате, я сразу принялась за работу. И через пару часов могла видеть уже не только мизинец, но целую женскую руку и часть платья. А после перенеслась в прошлое. События прошлого переместились еще на два года вперед. И далее будут разворачиваться в 1448 году. Возраст Лале 18 лет. Совсем уже взрослая. Расшитое камнями платье. Понятно, ты у нас уже повзрослевшая. Нужно тебе одеваться под... Боже, как же выбрать-то? Скромное платье. Ну, да. Да, его-его однозначно. Густые локоны. У косички точно нет. Коса. Возьмем косу. Готово? Ах, будешь краше невесты. Наставница всплеснула руками, оглядывая наряд Лале. Точно не буду. София такая красавица и умница. Ну, умницы так долго с замужеством не тянут. Уж все думали, в девках останется. Стольких достойных женихов спровадила. Халиль Паша тоже хорош. Позволял ей. Другой бы отец. Зато теперь она выходит за любимого, за Дамета. Ну, какая любовь. Они виделись тара за два. Лале закусила губу, сообразив, что чуть не проболталась. А жених хорош, да. Глава особой гвардии султана. Звание серьезное. Слышала, он с самых низов поднялся. Из простых янычар. Зато теперь большой человек. Наставница подняла свою шаль и стала укутывать плечи. Ночь Хны. Старинная традиция. Последний вечер невесты в родном доме. Накануне свадьбы. Подруги и знакомые провожают ее в новую замужнюю жизнь. Я знаю, Шахихатун. А я напоминаю. Это она вообще нам рассказывает. Наставница еще раз оглядела Лале. Ох, хороша. Даже жаль, что там одни женщины будут. Лале нахмурилась и сжала губы. Шахихатун, ты ведь обещала, что не будешь больше меня сватать. Женщина испуганно замахала руками. Да я просто сказала. Ух, характер. Пойдем уж. В торжественно украшенной зале уже собралось несколько десятков женщин разных возрастов. Невеста, согласно традициям, была в алом платье, расшитом драгоценными камнями. Ух ты, действительно офигенно. Лале Хатун, добро пожаловать. Поздравляю, четыре года ожидания, но теперь вы будете вместе. София улыбнулась и зашептала. Ведь это благодаря вам. Все эти годы мой портрет сопровождал Даметта. Даметта оберегал в самых тяжелых боях и хранил нашу любовь. Думаю, портрет тут ни при чем, но очень рада, если смогла помочь. Пришли новые гости и София пошла встречать их. Привет, красавица. Как жизнь? Лале видела Нурай впервые с тех пор, как-то полгода назад вышла замуж и уехала из Эдирны. Спасибо, хорошо. А у тебя? Лучше всех. Нурай улыбнулась, поправляя вуаль на щеке, но улыбка показалась Лале какой-то странной. Хорошо, если так. Ты ведь всегда мечтала выйти замуж за знатного, богатого человека. А твой муж визирь, и теперь я слышала, будет отвечать у нас за культуру и образование. Да, я вуза назначили, и мы переехали в столицу. Девушка деловито махнула рукой, нечаянно задела вуаль, и та сползла со щеки. Обалдеть. Ужас. Ох, что это, Нурай? Это фингал, Лале. На ее виске виднелся крупный багровый синяк. Ничего. Она поспешно натянула ткань на лицо и повернулась, чтобы уйти. Лале окликнула ее. Нурай, постой. Девушка обернулась, ее глаза стали чуть влажными, а лицо вдруг злым. Не спеши замуж, Лале. Там не так хорошо, как рассказывают. Но... Девушка развернулась и поспешно отошла в другой конец залы. Да, она как бы и не спешит. Начались традиционные обряды ночи хны. Подруги водили вокруг невесты хороводы, пели прощальные песни. Вкладывали ей в ладони монеты с пожеланием богатой жизни. Наконец остался последний, главный обряд с хной. Пока к нему готовились, к Лале подошла незнакомая женщина. Она окинула ее изучающим взглядом. Ты дочка Айше? Надо же, как взгляды похожи. Лале растерянно улыбнулась. Да, а вы знали маму? Здравствуй, Халиме. Что тебе от нее нужно? Ничего, просто хотела познакомиться. Женщина ехидно улыбнулась и отошла в сторону. Кто это? В прошлом фаворитка султана Мурада, почти королева этого дворца. Теперь никто. Просто забытая всеми бывшая наложница. Так жаль ее. Напрасно. Она-то никого не жалела. А мать твою в могилу свела. Что? Наставница, опомнившись, умолкла и повернулась. Смотри, хну уже несут. Пойдем. В залу внесли большой поднос. По его краям горели свечи, а в центре возвышалась горка зеленоватого порошка. Порошок смешали с водой, и получилась жидкая паста. По традиции, расписывать руки невесты, хной, должна самая удачливая в замужестве женщина. Чтобы новобрачной повезло в семейной жизни, так же, как и ей, сегодня это Нурай Хатун. Нурай подошла к подносу, взяла кисточку, обмакнула ее. На секунду замерла, глядя на счастливое лицо Софие, и вдруг положила кисть обратно. Простите, я что-то нехорошо себя чувствую. Пусть кто-то другой. Нурай быстро нашли замену, и обряд прошел по всем правилам. Затем наступила очередь невесты делать рисунки подругам. Первой Софие пригласила Лале. Что вам нарисовать? Нежный. Ничего себе, такие большие рисунки! Вы представляете, сколько времени это занимает, каждой что-то нарисовать? Ну ладно, это не наши проблемы, как говорится. Нежный. Изящный. Изящный. И маленький. Бесплатный, но маленький. Возьмем изящный. Вот, почти готово. Сейчас тут один штришок поправлю. Не прокрасился. Софие слегка надавила. Хрусть. Тонкая кисточка в ее руке надломилась. О, Всевышний. В зале воцарилась тишина. Женщины испуганно уставились на Лале. Небось, какая-то плохая примета. Что? Это что-то значит? Все переглядывались, но молчали. Наконец, Шахихатун махнул рукой. Ну что, смотрите. Ничего особенного. Давайте дальше. Женщины снова засуетились, нарочито громко заговорили. Лале стала душна, и она направилась к выходу. У самых дверей ее остановил насмешливый голос. Это тетки, что ли? Сломанная кисть при таком обряде. Очень дурной знак. Она такая, как ведьма. Означает, что девушка никогда не выйдет замуж. А если соберется, то умрет накануне замужества. Ничего себе у них приметы. Короче, девчонки, никогда не рисуйте хной. Ничего, на свадьбах, мало ли. Лале вошла в класс со стопкой рисунков и стала раскладывать их на учительском столе. Стайка ребятишек 10-12 лет весело голдела и не обращала на нее никакого внимания. Только один мальчик, тонкий и светлолицый, с красивыми волнистыми волосами подошел ближе. Привет, Раду. Как дела? О, мы теперь впервые видим Раду. Вам помочь, Лале Хатун? Можно. Нужно разложить рисунки по темам. Раду старательно принялся за дело. Лале украдкой поглядывала на него, едва сдерживая улыбку. Нахмурился, как еж от усердия, а все равно красивый. Как ты сейчас без брата? Не скучаешь? Нет. Нет. Мальчик сказал это как-то резко, сухо. И тут же в глазах его мелькнула неловкость. В смысле, все в порядке. Я взрослый мужчина и справлюсь. Взрослые мужчины тоже иногда скучают Раду. В этом нет ничего стыдного. А Влад скоро закончит свое обучение у Азиз Паши и вернется. Мальчик неуверенно кивнул. Вскоре они закончили с рисунками, и он вернулся к ребятам. Лали Хатун, опять вы нас выручаете. Что бы мы без вас делали? Учитель вошел в класс, и дети сразу стали вести себя тише. Может, все-таки подумаете об учительской должности? Нет, Хаджа Мустафа. С удовольствием рисую для школы учебные материалы. На учительство это не мое. Я бы хотела посвятить себя живописи. Что ж, понимаю. К тому же у вас есть Зара. Вместе вы отлично справляетесь. А вот, кстати, и она. Так, ребята, быстренько все в соседний класс. Сейчас я к вам приду. Мальчики и девочки стали толпиться у выхода, и скоро в зале наступила тишина. Какие чудесные рисунки, Лали Хатун. Они нам здорово помогут. Лали стала показывать Заре картинки. Учитель ушел в свой кабинет. Вдруг послышался шумный толчок в дверь. В зал гордым шагом вошел мужчина. Одежда говорила о высоком звании, но Лали видела его впервые. Он окинул девушек придирчивым взглядом. Одна из вас Зара Хатун, я полагаю. Видимо, вы. Да, господин. А как ваше имя? Я вуз Паша. Султан Мурат поручил мне навести порядок в культуре и образовании. Что ж, предстоит многое сделать. Хм. Он посмотрел на Зару с плохо скрываемым презрением. Что может заставить женщину увлечься наукой? Разве что не успех в женских делах. В гареме на вас, кажется, не особо обращали внимание. Так вы от безысходности в учителя подались? Зара залилась краской, опустила голову и бросилась к двери. Простите, у меня урок. Дети ждут. Лали и мужчина остались в зале одни. Девушка повернулась к нему, сверкая глазами. То, что вы сейчас сказали, очень грубо и несправедливо. Зара с детства увлечена наукой. Но он, казалось, ее не слышал. Взгляд мужчины скользил по лицу Лали. В нем появилось напряжение и удивление. Дочка Айше? Лале? Да. Это многое объясняет. Твоя мать такая же была. Дерзкая, упрямая. Делала то, что хотела она. Ты похожа на нее взглядом. И даже еще красивее. Но женская строптивость способна испортить любую красоту. Запомни это, девочка. И не повторяй ошибок своей матери. На его лице появилась нисходительная улыбка. Мужчина положил свою ладонь поверх руки Лале. Фу, бери руки! Вспышка. Перед глазами девушки возникло видение. Как тогда? Молодая женщина. Бледная, испуганная в слезах. Лале сразу узнала свою мать. Нет! Нет! Она пятилась и говорила, сначала шепотом, переходя почти на крик. Почему вы это делаете? Это несправедливо! Несправедливо! Такая красивая мама! Снова вспышка. Лале вернулась в реальность и как ошпаренная дернула руку. Яву с Паша еще раз самодовольно улыбнулся и вышел из класса. Сразу после него вошел учитель Мустафа и с тревогой посмотрел на Лале. Что с вами, милая? Он вас чем-то обидел? Девушка растеряно молчала, все еще глядя на дверь. Яву с Паша, это худшее, что могло случиться с османским образованием. Да уж и не только с образованием. Вот уже второй час Лале сидела на дворе заброшенного домика и как заведенная водила углем по холсту. Изображение пока было очень схематичным, но в нем уже угадывались тонкие черты лица ее матери. Раньше я ведь никак не могла вспомнить ее. В голове всплывал размытый образ, смутный, далекий. Но теперь я так четко ее увидела. Напишу портрет и мамина лицо всегда будет со мной. Арчи вначале пыталась привлечь внимание хозяйки, приглашая ее поиграть. Не до тебя сейчас, Мася. Но вскоре поняла, что Лале занята и теперь со скучающим видом лежала у ее ног. Вдруг собака вскочила и вытянулась в струнку, принюхиваясь. За оградой послышали шаги и она рванула туда. Арчи! Девушка растерялась, не зная бежать за собакой или прятаться самой. Кусты зашуршали еще громче. Из них метнулась мужская фигура, схватила ее за талию и подняла вверх. Ах, эдаки думала, что это кто-то из ребят. Лале. Парень закружил девушку вокруг себя. Аслан, я чуть не умерла от страха. Оказавшись на земле, Лале погрозила ему кулаком. Но юноша тут же накинулся на нее с объятиями. Ну что ты делаешь? Пусти! Хватит меня тискать! Прости, не могу, слишком соскучился. Сколько мы уже не виделись? Три месяца? Два с половиной. Боже, вы так изменились, ребята! Ну ты уже совсем по-взрослому выглядишь, Влад. Вот прям один в один, только прическа другая. Лале оглянулась и только сейчас заметила второго друга. Влад, ты тоже вернулся? Да. И улыбается. Он подошел ближе, и Лале, высвободившись из объятий Аслана, бросилась обнимать его. Несколько секунд Влад просто стоял, наблюдая за ней, как всегда сдержанно и чуть отстраненно. Но вот его руки поднялись и тоже сомкнулись на ее спине в крепком объятии. Да, Лале, мы очень по тебе соскучились. Арчи подпрыгивала и кружилась вокруг себя, не зная, как еще выразить радость от встречи. Ух, ну наконец-то каким-то счастьем заканчивается глава, боже. Хотя еще не конец, но по крайней мере, то, что происходит в прошлом. Я очнулась и сразу услышала негромкий стук в дверь. Потерла лицо, чтобы окончательно проснуться, и пошла открывать. Не помешал? Нет, все в порядке. Как съездили? Все хорошо. Лая, если ты не занята, может быть вечером... Бог, джинь. Позади него раздался звук бьющегося фарфора. Я выскочила из комнаты. Валентин, что это? Что это за цветы? Резкими шагами Влад подошел к нему и выхватил из вазы одну веточку. Это не зверобой. Это золотарник. Он шумно выдохнул и упер в Валентина тяжелый взгляд. Для переплета тоже его брал? Валентин совсем побелел и испуганно закивал, бормоча какие-то объяснения. Но Влад уже не смотрел на него, а бежал дальше по коридору. Милли. Он толкнул дверь в комнату сестры. Там было пусто. Влад, что происходит? Милли в опасности? Да. Он побежал вперед. Я бросилась за ним. Влад! Темные коридоры и лестницы сменяли друг друга. Мы с Владом спускались все ниже в подземную часть замка. Мне хотелось крикнуть ему, спросить, что происходит, но от быстрого бега и страха за сестру не хватало дыхания. В какой-то момент мы остановились на распутье, и я узнала место. Сюда в прошлый раз меня завели звуки, что я слышала в стене. Внезапно в одном из проходов послышался грохот камней, как будто обсыпалась стена. Милли. Сестренка! Мы бросились туда. Я увидела в самом конце коридора Милли. Она испуганно прижималась к стене, глядя, как из разрушенной стены напротив на нее шагает темный силуэт. От сквозняка пламя факела на стене встрепенулось и осветило фигуру. Пипец, Ноэ! Локет! Влада бросился по коридору к ним, я следом. Ноэ стоял без движения, со зловещей ухмылкой наблюдая, как мы приближаемся. Но как только мы оказались в шаге от него, Ноэ вдруг просто испарился. В буквальном смысле исчез, как дымка, растворился в воздухе. А? Сохранение, что бы вы думали. Впрочем, как всегда, глава заканчивается на чем-то непонятном. Хоть событий было очень много, но информации именно о наших главных героях по-прежнему было очень мало. Минимум прям. Конечно, первое, что могу сказать, я рада, что все-таки это не Влад убил этого Грэдиша. Ну, это просто показалось бы его с плохой стороны, скажем так. Ну и зачем брать грех на душу? Мы хотим видеть его как хорошего героя, как того, кто стремится сделать свою душу светлой. Именно для этого мы с вами будем копить свет души. Хоть в обновлении вышла всего одна серия, но она была очень насыщенная. И за время перерыва у нас будет время все хорошенько обдумать. Друзья, плейлист этой истории находится в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok